Привет, ребят! С вами Косё Гасанов и сегодня не понимаю, темно или нет. Короче, до сих пор не могу забраться с этой камерой, но надеюсь, что нормально. С вами Косё Гасанов и это вопрос-ответ. У меня выходило видео, я не помню сколько, может быть недели две тому назад, про психолога и там я попросил вас задать мне в комментариях вопросы. И вот сейчас на самые интересные вопросы я отвечу. Итак, Косё, доброе время суток. Как ты относишься к зоопаркам или террариумам? Не считаешь ли ты, что это жестоко по отношению к животным и что ты думаешь по поводу того, чтобы держать диких животных, например, лемуров, лисиц дома? Что касается лемуров, лисиц и так далее, то, наверное, это не очень хорошо и я бы не стал бы диких животных держать дома. Что касается зоопарков или террариумов, я их в последние годы не посещаю, мне не нравится. Единственное, может быть, я бы посетил какой-нибудь хороший сафари-парк, где животные более свободно себя чувствуют. Но что касается зоопарков и литерариумов, мне не очень это нравится. Особенно еще, знаете, вот эти появились зоопарки, где можно трогать животных. По отношению к животным это просто кошмар полный и я не знаю, почему родители не думают своей головой и водят туда детей и эти бедные животные, которые постоянно трогают. Просто представьте на секунду, что вас закрыли в какой-нибудь клетке и приходят эти мерзкие людишки и трогают вас все время. Я бы, например, такую судьбу себе бы не хотел. Следующий вопрос. Мне бы очень хотелось узнать о твоем имени. Оно необычно для русских, а также привлекательно. Было бы неплохо узнать о значении твоего имени. Мое полное имя Касым. Пишется имя вот так вот. Я про это уже рассказывал, но меня все с самого детства называют Касё. Хотя родители иногда называют Касым и некоторые друзья меня тоже называют Касым, но довольно-таки редко. В основном все меня называют Касым и Касым с арабского языка переводится, по-моему, как жесткий, строгий, что-то такое. Касё, был ли у тебя языковой барьер? Если да, как ты его преодолел? Если нет, что думаешь о людях, которые с ним сталкиваются и в целом об этой проблеме? Вообще по поводу английского языка и изучения языков очень много вопросов. Что касается барьера, конечно же, он у меня был как в английском языке, так и в китайском языке и иногда до сих пор присутствует в английском языке. Я иногда стесняюсь разговаривать с носителями языка, не знаю почему, но мне иногда кажется, что они просто слушают каждую мою ошибку и за эту ошибку они просто внутри себя меня, я не знаю, пристыжают. На китайском я вообще не стесняюсь говорить и не стеснялся с самого начала. Вообще просто нужно преодолевать себя и говоришь. Нет никакого на самом деле способа. Я не знаю, что посоветовать, нет никакого лайфхака. Ты просто один раз себя просто пересиливаешь, разговариваешь на этом языке, говоришь на нем, и во второй раз тебе уже легче, в третий раз тебе уже легче, в четвертый раз тебе уже легче. И, наверное, самое важное осознать, что всем плевать на твои ошибки и на твое произношение. Просто если ты быстро говоришь, если ты доносишь свои мысли четко, даже с какими-то грамматическими ошибками и с каким-то, может быть, чуть неправильным произношением, носитель будет тебя легко воспринимать. И моя преподавательница по когда иностранец пытается говорить медленно. Знаете, когда он старается использовать все артикли, старается использовать все времена правильно. Вот это хуже. Лучше быстро, но с какими-то ошибками. Конечно, если вы будете делать постоянно кучу-кучу ошибок, это тоже не очень хорошо. Еще, что касается английского, вообще я оставлю ссылки внизу на всякие видюшки по поводу английского языка. У меня их очень много. И помните, я вам рассказывал про приложение Amina. Amina это такое приложение, его можно скачать в App Store и для Android можно скачать. Сейчас я вот покажу, как им пользоваться. Там очень много разных сообществ. Допустим, сообществ по k-pop, это корейская популярная музыка, какие-нибудь геймерские сообщества, сообщества по всяким сериалам, по английскому языку. Короче, по всему, что только возможно, вы туда заходите и с ребятами просто обсуждаете те или иные тем, которые вас интересуют. Так, смотрите, заходим в Amina. Зарегистрироваться можно через Facebook. Я так всегда на самом деле захожу. Вводим сюда английский язык. Я ссылку также оставлю внизу, поэтому, если что, по ссылке сможете скачать приложение. И оставлю также на эту группу. Вот, смотрите, здесь есть получается новостная лента. Всякие картинки, видео и тому подобное. Сбоку здесь есть вот всякие... Сейчас открываем. Допустим, есть викторины. Короче, вообще на самом деле очень много чего. И давайте попробуем, допустим, поиграть вот в это. Здесь будут задавать, по-моему, вопросы на английском языке. Просто я как для примера вам покажу. Вопрос, который требует специальное вопросительное слово. О, правильно. И так далее, и так далее. В отвечайте на вопросы. Так, сейчас я выйду. Потом, смотрите, здесь также есть опросы. Я знаю, что некоторые люди любят опросы. Я, допустим, обожаю опросы. Допустим, я не знаю. What is your favorite music? Поп. А, нужно подержать. Или How old are you? Мне больше, чем восемнадцать. Ну, и так далее и тому подобное. Также, смотрите, здесь есть, получается, чаты. Можно общаться с ребятами. Есть всякие задания. Вот, допустим, учим слова по поводу, получается, путешествий. Да, здесь всякие. Да. И, видите, здесь даже дают задания. Попробуйте почитать любой иностранный гид. Сколько вы уже можете понять. Напишите маленькие рассказы о вашей поездке. Короче, это очень прикольное приложение. Я не буду про него сейчас так долго уже рассказывать. Ссылка будет внизу в описании. Заходите, смотрите, изучайте. Надеюсь, что вам понравится. И самое главное, это развлекательно. То есть, можно поиграть в игры и плюс найти новых друзей. Итак, продолжаем. Касё, покажешь ли ты свою семью? Вообще-то, у меня есть видео, где я частично показал своих родителей. Бабушку, дедушку, тёсь, двоюродных братьев, сестёр. Я оставлю ссылку на это видео внизу. Это там, где я поехал в Сочи на день рождения к дяде. И в этом же видео я рассказываю о том, как я съездил в Украину за американской визой. Короче, ссылка будет внизу. Я периодически показываю членов своей семьи. Я их не скрываю. Касё, хотел бы ты написать книгу. И если да, то о чём она была бы? Про путешествия, твоя биография или что-то ещё? Было бы очень интересно узнать. У меня есть две идеи. Одна идея – это готовка. А другая идея, вот буквально недавно пришла в голову. Это о моём опыте жизни в Китае. Скорее всего, о путешествиях. О том, как я вообще зарабатываю на своих путешествиях. На что я живу. Как я зарабатываю путешествия. Что-нибудь вот такое. Вот это такие две идеи. Но когда это осуществится, я не знаю. Но да, почему нет? Я бы хотел бы. Не знаю. Можешь написать в комментариях, что думаете по этому поводу. Если бы вдруг у меня когда-нибудь вышла бы своя книга. Но кулинарную книгу я бы прям очень-очень хотел бы. Серьёзно. Поделиться какими-нибудь рецептами из путешествий. Какие топ советы ты можешь дать начинающим путешественникам? Начинающим путешественникам следите за своей безопасностью. Обязательно. Но сильно не переживайте. Потому что всё, что угодно может случиться с вами и в Москве, и в Петербурге, и в Казани, и в Омске, где вы там не жили. В Киеве, в Минске и так далее. Просто будьте внимательны. Потому что вы в чужой стране. Уважайте культуру чужой страны. И всё. Немножко можно быть на расслабоне. На самом деле особо никаких прям таких советов нету. Просто ведите себя так же, как вы ведёте себя в своей стране. Если вы себя адекватно ведёте в своей стране, конечно же. Касё, как ты относишься к смертной казни? Это довольно-таки сложный вопрос. Я помню, что я обсуждал ещё эту тему на юрфаке. Если вы не знали, то я закончил юрфак. С преподавателями, со студентами. И я не могу однозначно ответить. Я бы не сказал, что я прям против смертной казни. Допустим, за такие преступления, как терроризм. За, допустим, убийство больше 20 людей. Знаете, как маньяки убивают, насилуют. Или как педофилы насилуют детей. И всякое-всякое-всякое такое. Но здесь очень много есть других подводных камней в тех же штатах. Особенно иногда выносят приговор тем, кто это преступление не совершил. И этого человека просто убивают. И таких случаев было много в истории Соединённых Штатов. Нашей системе судебной я абсолютно не доверяю. И поэтому в нашей стране я бы не хотел, чтобы была бы смертная казнь. Потому что кто-нибудь да когда-нибудь умер бы за кого-нибудь. Потому что мы просто живём не в той стране, где можно доверять власти и суду. Поэтому к смертной казни я отношусь... Наверное, я бы относился бы хорошо, если бы мы жили бы в идеальном мире, где суд никогда не ошибается. А так, в целом, я опять говорю, много плюсов и минусов. И на самом деле про это можно целое видео снять и полностью рассказать о том, что я думаю по этому поводу. Прям плюсы, минусы и так далее. Но это не тематика моего канала. Испытываешь ли ты одиночество, находясь в другой стране? Если да, то как часто? Если я уезжаю надолго, я могу испытать какое-то одиночество надолго, если. А если это какое-то короткое путешествие 5-6 дней, то нет. Потому что обычно они очень насыщенные, и ты не успеваешь соскучиться. Как ты относишься к работе за рубежом? Это отличная возможность. Если вам когда-нибудь такая возможность предоставится, сразу соглашайтесь. Потому что это было бы вообще круто, если бы каждый человек имел бы такой опыт. Это прям супер-супер-супер-супер. И я рад, что в моей жизни такой опыт был. У тебя такие замечательные друзья. Мне очень приятно смотреть на то, какие у вас хорошие отношения. Стоит ли волноваться, что в школе ты так и не нашел ту самую компанию? В школе у меня тоже не было нормальной компании. Она у меня только появилась в университете. И то ненадолго, потому что с теми ребятами, с которыми я там общался, мы потом перестали общаться. Так что не переживай по этому поводу. Компания может появиться в любой момент. И со школы, например, я практически ни с кем не общаюсь. Вообще практически ни с кем. Безопасно ли поехать в Баку двум русским девушкам? Очень часто мне задают вопросы про Азербайджан, про Баку. Ребята, я не был в Баку. И у меня у самого к столице Азербайджана и вообще к самой стране много вопросов. И я смогу на эти вопросы ответить только тогда, когда съезжу сам туда. Но потому что я слышал, я думаю, что безопасно. Что будешь делать, если вдруг Ютуба не станет? Очень часто тоже задают вопрос. И на самом деле, что я буду делать? Работать, заниматься бизнесом. Все, что я делал до этого. Ребят, до того, как у меня появился канал, я работал. Я знаю китайский язык, я работал за границей. И только потом, потом я начал зарабатывать деньги с Ютуба. У меня есть высшее образование. И вообще, в принципе, очень много идей. Поэтому, если бы не было Ютуба, я занимался бы много чем. Как вы относитесь к браку? Какая была бы свадьба у вас и где? Я отлично отношусь к браку. Брак – это выбор каждого человека. Какая бы у меня была бы свадьба и где? Если честно, я никогда не задумывался о том, какая бы у меня была бы свадьба. Но, наверное, точно она была бы маленькой. Чтобы там не было, как любят азербайджанцы, 200-300 человек. Потому что у меня очень много родственников. И, допустим, если бы список составляли мои родители, то там минимум было бы человек, наверное, 80. Потому что просто близких родственников очень много. Я бы хотел, чтобы только были на моей свадьбе самые-самые-самые-самые-самые-самые-самые близкие родственники. С теми, с кем я общаюсь постоянно, а не раз в год. Поэтому я бы хотел просто маленькую-маленькую-маленькую уютную свадьбу. И желательно, не знаю, хотя бы нет, за границей. Да не важно, короче, не важно. Просто маленькую, уютную такую свадьбу. Нетипичную азербайджанскую. Не такую пышную. Мне все это вообще не нравится. Весь этот паб, с того подобного. Что за шрам у тебя на виске справа? Давно смотрю твои блоги, но только заметила на этом видео. Вот здесь у меня есть шрам. Меня ударила... Шрам, я сказал. Меня ударила качеля, и у меня здесь четыре шва. А еще у меня есть шрам здесь. Здесь есть. Мне очень многие спрашивают. Когда я был маленький, мне было до года, я упал с коляски и ударился об камень. У меня здесь тоже шрам. Косё. Твои родители, родственники смотрят твой канал? И что думают про твою работу? Да, мои родственники, родители смотрят канал. На самом деле, очень много родственников периодически смотрят. Мама с папой смотрят часто вообще канал. Мама, мне кажется, почти все видео. Так что, если мама, папа, вы меня смотрите, hello. Всем все нравится, все отлично. Папа иногда может повозмущаться по поводу каких-то тем, которые я поднимаю, но в целом все нормально. Всем все нравится. Какие фильмы, книги, которые ты недавно посмотрел, про что тебя впечатлили? Меня впечатлила одна книга. Называется «Маленькая жизнь». Про нее как раз я рассказывал в своем предыдущем выпуске. Если вы не видели мой мукбанг, он вышел буквально недавно, пару дней тому назад. Посмотрите его обязательно. Я там готовлю китайскую еду, делюсь с вами рецептом и болтаю с вами на тему книжек. Так что, ссылка внизу, посмотрите. Дай совет, как бороться с депрессией после возвращения из-за границы в Россию. Есть очень хороший способ борьбы с депрессией. Это сделать свою жизнь в России интересной. Когда моя жизнь в России насыщена и интересная, когда мне нравятся друзья мои, которые здесь находятся, я с радостью возвращаюсь в Россию. Когда моя жизнь была в Москве не очень интересной, допустим, когда я жил в Китае, я неохотно сюда возвращался. Поэтому единственный лайфхак, если вам приходится оставаться в России, то просто сделайте свою жизнь здесь интересной. Запишите на какие-нибудь курсы, найдите новых друзей по общему интересу. Например, там же Амина, я не знаю. На самом деле, в современном мире очень много есть возможностей, как найти друзей. Поэтому постарайтесь делать свою жизнь более насыщенной здесь в Москве. Как ты относишься к Child Free? Отношусь к Child Free ровно так же, как отношусь к тем людям, которые хотят ребенка. Одинаково. Если люди не хотят ребенка, это абсолютно нормально. И в природе это абсолютно, кстати, нормально. Никакого материнского инстинкта не существует. Так что все окей, если женщина не хочет ребенка. И я долго не буду на эту тему говорить, потому что я не женщина. И потому что я хочу детей. Я оставлю внизу ссылку на выступление женщины, которая не хочет детей. Послушайте ее, она очень адекватно рассказывает про свою позицию. Поэтому Child Free это супер. Это круто так же, как и круто иметь детей. И вообще, если честно, у нас слишком много людей. И поэтому даже будет классно, если 10% людей не захотят иметь детей. Иначе просто весь мир уже в людях. У нас уже 7 миллиардов. И у нас все больше и больше. Так что все нормально, ребят. Не переживайте. Я не понимаю, почему некоторых людей эта тема бесит. Если вас бесит эта тема, Child Free, если вас она беспокоит, и вас раздражают такие люди, то я бы посоветовал вам сходить к психологу. Это означает, что у вас просто какие-то проблемы на самом деле, а не у этих людей. С вами был Костя Гасанов. Спасибо большое вам за вопросы, за беседу. Оставляйте комментарии внизу. Я не знаю, пообсуждаем с вами что-нибудь. Пока-пока.